Привет, я Стив Келли, старший пастор церкви Волна, Вирджиния Бич, штат Западная Вирджиния. Как всегда, хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня с этой программой в свою гостиную, номер отеля, домой или в какое-то другое место. Я уверен, что вам понравится сегодняшнее послание из церкви Волна, мы проговорим сегодня слово в вашу жизнь. Готовьтесь, это слово изменит вашу жизнь. Вы удивитесь тому, как Божье Слово может помочь вам в повседневной жизни. Кто-то из вас попадал в ситуацию, когда вас буквально поливали грязью, но говорил о вас неправду, вводил людей в заблуждение о том, кто вы есть на самом деле. Кто-нибудь был в такой ситуации? Я был, поверьте, кто-то создал аккаунт в Инстаграме с моим именем, выложил туда мои фотографии с внуками и начал писать людям, выдавая себя за меня. Нам пришлось быстро на это среагировать, потому что он писал моим родственникам, племянницам, притворяясь мною. Вы подвергаетесь опасности, когда кто-то говорит «за вас», и это не вы сами. Так, оказывался ли кто-нибудь здесь в ситуации, когда вас поливали грязью? Местами эта грязь засохнет и прилипнет. Но я хочу вам показать одну картинку. Это очень классный рисунок. Вы должны помнить о том, что если кто-то поливает вас грязью, они берут ее из-под себя, выкапывая тем самым себе яму. У них земли становится меньше, потому что они кидают ее в вас. И у вас, соответственно, ее становится больше. Мне кажется, будет здорово, если мы посмотрим на это под таким углом. Да, какая-то часть попадет в вас и засохнет, но вот что я хочу сказать. Никогда не позволяйте себе жить в страхе, оказаться политым грязью. Продолжайте идти, куда шли. Тот, кто поумнее, поймет, как дела обстоят на самом деле. Вот все, о чем вам нужно помнить. Если кто-то поливает вас грязью, то ему приходится брать ту, что под ним. Он разбрасывается землей, данной Господом. Они теряют, а вы приобретаете во имя Иисуса. Под этим углом все выглядит лучше. И сегодня я бы хотел с вами поговорить о приобретении новой земли. Давайте откроем Иисуса Новина 1 главу с 1 стиха. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Новину, служителю Моисееву. «Моисей, раб мой, умер». Остановимся здесь. Хочу, чтобы вы это увидели, чтобы представили себе эту картину, поняли меня. Не просто услышали, а поняли. Господу пришлось сказать Иисусу, «Моисей умер». Возможно, Иисус подумал, что Моисей, наверное, исчез, но он, вероятно, вернется. Может, может, Господь воскресит его из мертвых, потому что изначально не Иисуса Господь призвал вывести евреев. Он призвал Моисея. Но Моисей умер, а народ так и не попал в землю обетованную. И Иисус не знает, что ему делать, поэтому Господь приходит к нему на помощь. Господь говорит, «Эй, Иисус, Моисей умер. Умер, он не воскреснет. Теперь ты должен подняться и привести народ Израиля в землю, которую я обещал Моисею». Я думаю, прошло какое-то время, прежде чем Иисус понял, «О, Боже, ответственность теперь и вправду на мне». Моисей умер. Склею ласты, он не вернется. «Встань теперь ты», — так говорит Библия. Видите? «Встань, перейди через Иордан, ты и весь народ этот, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят, стопы ног ваших. Я даю вам, как я сказал Моисею. Иисус, все, что я говорил Моисею, теперь адресовывается тебе. Теперь ты тот, кто приведет этих людей в обетованную землю». Можете ли вы представить себе, каково было Иисусу оказаться на месте Моисея? Моисея, который пошел против фараона, вывел евреев из Египта. Моисея, который посохом раздвигал моря. Моисея, который ударил по камню, и из того пошла вода. Моисея, который все это сделал. И Иисус отреагировал примерно так. «Что? Как это я? Но как я это сделаю?» Господь сделает так, что его обетование точно исполнится. Господь сделал все это не для того, чтобы прославить Моисея. Это история о евреях, которым предстояло завладеть новой землей. Я хочу поговорить с вами сегодня о том, как завладеть новой землей. Мне нравится это местописание. Тут сказано. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». То, что я сказал Моисею, теперь относится и к тебе. «Всякое место, на которое ступят ноги ваши, дам тебе». Кто здесь хочет крепкий брак? Тогда вам нужно прочитать книжку о браке, сходить на семинар, чтобы побывать на месте пар с крепким браком. Если вы не побываете на их месте, вы не сможете пойти туда, куда вам страшно идти. Кто хочет научиться управлять финансами? Вам нужно прочитать книжку, проконсультироваться с кем-то, представить себя на месте того, кто умеет примерить его ботинки. Я вам дам то, куда ступит ваша нога. Но если вы будете просто сидеть и молиться, полагая, что Господь все сделает сам, тогда ничего не произойдет. Вам нужно захотеть пойти туда и получить то, что я уготовил вам. Сейчас, думаю, самое время воздать Богу славу. От пустыни и ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю хитеев, будут пределы ваши. В шестом стихе он говорит, «Будь стверд и мужествен, ибо ты народу этому передашь во владение землю, которую я клялся от самых дать им. Только будь стверд и очень мужествен, и тщательно храни, исполняя весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, скажите, все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь стверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, и везде, куда не пойдешь. У меня есть несколько мыслей о том, как завладеть новой землей. Вот первое, и это же собирается сделать Иисус. Кто-нибудь здесь считает, что Он мог бы завладеть новой землей во имя Иисуса? Новой землей здоровья, прорыва, когда силы на исходе. Новой землей мыслей и образы мышления, творчества, воображения, изобретений. Новой землей песни или книги. Новой землей мечты, которая давно у вас в сердце. Может, пришло время завладеть этой новой землей во имя Иисуса? И вот мой первый пункт. Новый сезон подразумевает новые привычки и новое мышление. Подразумевает новое мышление. Пляжи Вирджинии. Какие-то бесконечно плоские. Вы не замечали? Если ваша собака убежит от вас на одном из ее пляжей, то три дня спустя она все еще будет бежать в поле вашего зрения. Вот такие плоские пляжи Вирджинии. За исключением горы Трэшмор. Это идеальная пятиугольная фигура. Гора Трэшмор. Перестаньте вы, географы. Это просто маленькая мусорная горка. Вот что это. Но это также и высшая точка над уровнем моря. Понимаете? Если до этого вы имели дело только с плоскими берегами, а теперь внезапно решили завладеть новой землей, то чтобы обосноваться на горах, вам нужно завести новые привычки. Вам нужно получить новые знания, если вы хотите жить на горе. На новой земле потребуются новые привычки и новые умения. Если вы подниметесь в гору, то почувствуете, что значит низкое атмосферное давление. Никогда не забуду, как поднимался на Мачу-Пикчу. Мы прилетели в Лиму, что в Перу, затем доехали до Куско, и нам сказали, вам нужно провести сутки в Куско, чтобы привыкнуть к атмосферному давлению, и лишь после этого мы поедем в Мачу-Пикчу. Иначе вы заболеете горной болезнью. Я ответил, хорошо. Так мы провели целый день в Куско, лишь на следующее утро отправились в Мачу-Пикчу. Там повсюду были видны следы культуры инков, руины. Скажу вам честно, все то время, что я гулял среди этих руин, я думал, да что же со мной не так? Я чувствую такую слабость, а затем я понял, а они не шутили. Давление здесь действительно очень низкое. В связи с чем, хочу сказать вам, если вы хотите завладеть новой землей, вам нужно будет сформировать новые привычки, новый образ мышления во имя Иисуса. Я подумал об этом, когда читал то, что Господь сказал Моисею и Иисусу. Вот первое, что Он ему сказал. Послушай, Моисей умер, а Иисус ответил, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Вам нужно научиться отпускать, если вы хотите завладеть новой землей. Вам нужно это понять. Мне нравится, как говорит Господь, лошадь сдохла, слезь. Со старой на новую пересядь. Библия говорит, избавьтесь от греха, бремени и дурных привычек. Новый сезон подразумевает новые привычки, новую дисциплину, умение, мышление, образ мыслей. Дайте-ка я покажу вам пример из Библии. Автор послания к евреям хочет помочь своим несчастным братьям, писавшим Ветхий Завет, разобраться с новым. Все было таким милым и чудесным, ну просто совершенство. Был внешний и внутренний двор, святое святых. Вот здесь проливалась кровь агнца, тут прощались грехи, раз в год священник входил в храм, а вот там стояли раввин, учителя, была иерархия. Но приходит Иисус и переворачивает все с ног на голову. Парень, которого позже назвали апостол Павел, сначала убивал христиан, а потом пошел проповедовать Евангелие. Петр был рыбаком, нам не достает учителей, людей, которые учили бы как в старину. Теперь необразованные рыбаки у нас представляют церковь, а Тимофей, молодой парень, уже пастор огромной христианской церкви. И вот вопрос, что произошло, люди? И писатель послания к евреям пытается донести до бедных людей, что теперь все не так, как было раньше. Древнее прошло, теперь все новое. А мне нравится доктор Фил. Я считаю, он крутой. Когда он общается с кем-то и понимает, что этот человек постоянно возвращается к одной и той же проблеме, которая все еще существует, лишь потому что он не хочет с ней ничего делать, он хочет, чтобы все как-то самоуладилось. Он обращается к мужу, говоря, «Послушай, попробуй измениться». И тот спрашивает, «А в чем я не меняюсь?» «Ты хочешь крепкий брак?» «Да, хочу». Мне нравится доктор Фил. Он всегда задает один замечательный вопрос. Когда кто-то продолжает делать то, что делает, и ничего не меняется. Ну и к чему тебя это привело? Иногда, я думаю, очень полезно задавать себе этот вопрос. Иногда мы хотим большего, но мы не готовы отступить, мы не готовы ничего изменить. Ну и к чему это вас привело? Ну же, если что-то умерло, то отпустите это во имя Иисуса. А вот и второй пункт о приобретении новой земли. Новая земля подразумевает новую смелость. Мне нравится то, что говорит Кейси Трид. Он постоянно задает вопросы наподобие, когда вы в последний раз делали что-то в первый раз. Иногда завладеть новой землей в духовном смысле можно буквально завладев новой землей. Новая смелость, а может и новая прическа. Зачем каждый день ходить на работу в одном и том же? Ну же, почему бы не открыться переменам, сменить гардероб, не влезая при этом в долги во имя Иисуса? Новые вещи задают темп жизни. Новая земля означает новое испытание. Новая земля — это новые навыки. Посмотрите на Давида, когда он был не царем, а маленьким пастушком. Он искал нескольких овец, а затем пришел волк. Давид достал свою прощу, запустил в него камнем и отпугнул его. Следующая картинка. Приходит медведь, и Давид сшибает медведя с ног из своей прощи. Потом лев приходит и ловит овчарку. Новая земля, новая смелость. Все начинается с волка, потом медведь, лев. И в Библии написано, что Давид в буквальном смысле вырвал овцу из волчьей пасти. Вы не пойдете разбираться со своими. Вы спросите, зачем волноваться, если овца уже в львиной пасти? Можно сказать, я пытался, но он ее все-таки схватил. Но если этот лев попробует овечьей крови, то он придет за добавкой. Давиду нужно было разобраться с этим одним львом, сделав так, чтобы он не похитил больше ни одну овцу. И он вытащил овечку из львиной пасти, спас ее. Поэтому мы не удивляемся тому, как он вел себя с Голиафом, мировым чемпионом, который был почти три метра в длину. Никто в Израиле не осмеливался бороться с ним, даже Саул. Никто. Библия говорит... Послушайте, немного о другом. Мы наделяем эту историю высоким духом, говорим, что Давид это сделал из праведного негодования, но хочу сказать вам вот что. Три раза Давид слышал, что за победу будет награда. Первая награда — дочь царя, а это означает, что следующим царем будешь ты, это прямой путь к трону. Но и это еще не все. Победитель получает полцарства, и это еще не все. Еще тебе никогда не придется платить налоги. Я бы пошел бороться, если бы узнал о таких призах. Дочь царя меня, правда, не особо интересует. У меня есть прекрасная жена. У меня ушло 35 лет, чтобы принять ее такой, какая она есть. Но суть вот в чем. Давид стоял перед Голиафом, и он был замотивирован наградой, предложенной царем. Что там за приз? Он три раза спросил об этом, но ему понадобилась новая смелость. У него уже был опыт в подобных битвах, поэтому он считал, что сможет одолеть Голиафа. Новая земля подразумевает новую смелость. А вот вам и третья мысль. Прежде чем приобрести новую землю, мы должны научиться обращаться со старой. Новая земля — это то, где вы сегодня. Прежде чем завладеть новой землей, вы должны понять, что Господь вам уже дал. Исход 23 глава. Люблю эту историю. Это замечательная иллюстрация того, чего Господь бы для вас хотел, а именно новой земли. И вот что тут говорит Бог. Господь говорит здесь к Моисею и Иисусу, когда те в первый раз собирались пойти в обетованную землю. «Я жду, пока вы не подрастете, пока вы не дойдете до нужной кондиции, пока вы не станете достаточно сильными, компетентными, уверенными, могущими занять новую землю. Я отдам вам ее, когда вы возрастете изнутри, когда расширится ваше сознание. Итак, не выгоню их от лица твоего». Бог говорит о людях, которые заселяли обетованную землю до евреев. «Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пустой и не умножились против тебя звери полевые. Мало по малу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей». Когда вы все разузнаете об этой земле, когда вы поймете, что у вас есть все права на нее, «Если бы я отдал вам ее за год, то у вас оказалось бы слишком много земли. Вам бы не хватило средств, стратегий, навыков, сил, дисциплины. Если бы я отдал вам ее сразу, то чудовища, которые бегали там, перебежали бы вас в один присест. Я дам ее вам, она ваша, но вначале научитесь обращаться с той малой землей, которую я доверил вам. И когда вы подрастете и наберете сил, вы получите и ее во имя Иисуса». Вы слышите меня? Бог желает дать вам обетованную землю, но пока вы не возросли, вам нужно учиться обращаться с тем, что вы имеете, пока вы не стали достаточно компетентными и умелыми, а если честно, то вообще сверхкомпетентными и сверхумелыми. Но если вы будете сидеть недовольны тем, что имеете сегодня, желая чего-то другого, вы не обретете тех компетенций и навыков, которые позволят вам править новой землей, не научитесь заботиться о доверенном Богом. Ох, если бы вы знали, как туда попасть, нужно лишь быть верным в малом. Тогда грядет ваше возвышение во имя Иисуса. Притча 22.29. «Видел ли ты человека проворного в своем деле?» Он будет стоять перед царями, Он не будет стоять перед простыми. Это Библия. «Довейся успеха в том малом, что тебе сейчас доверено. Тогда Бог возвысит тебя, и придет время пожинать во имя Иисуса». Далее 74-й Псалом. «Ибо ни от востока, и ни от запада, и ни от пустыни возвышение». Обратите внимание, здесь не сказано с севера. Думаю, потому что Господь один дает возвышение. Смотрите, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Нет человека, который был бы вправе решать, жить ли вам дальше или нет. Вам не нужно играть в различные политические игры льстецов. Будьте успешны в том, что делаете. Позаботьтесь о том, что Господь вам поручил, и тогда грядет возвышение. Господь его устроит во имя Иисуса. И вот последний пункт. Потому что новая земля открывает доступ к большему. Мне кажется, вы не хотите большего, нет? Знаю, что в церкви есть люди, которые не хотят, чтобы она росла. Так много детей было сегодня на детском служении. Считай, ты еще ничего и не видел. Потому что Господь желает, чтобы мы достигли еще больше людей. Сколько дочерних церквей мы еще откроем? Столько, сколько скажет Господь. Наш Бог — Бог большего. Он Бог роста. Он ожидает плода. Кажется, Нед недавно это сказал. Это одна из самых сильных мыслей, которые я когда-либо слышал. Так вот, он сказал, что самый нуждающийся человек на Земле — это тот, кто говорит, что у него нет нужды. Потому что мы не можем жить лишь для себя. Он сказал, ты самый нуждающийся человек из всех, что я встречал, раз считаешь, что у тебя нет нужды. Потому что если это все, что тебе нужно, то почему бы тебе не поверить еще и в это? И тем же этим благословить кого-нибудь еще во имя Иисуса. Хочу вдохновить вас. Хочу, чтобы поняли, что Бог — это Бог большего. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел для того, чтобы имели жизнь с избытком. Было неплохо, но все же. Чтобы имели жизнь и имели с избытком. Воля Божия для вас состоит не в том, чтобы вы просто жили, просто выживали, платили по счетам, перебивались кое-как, жили тихо себе и спокойно. Бог желает, чтобы мы имели жизнь с избытком. Он — Эль Шадай. Что значит «более чем достаточно». Ведь сказано о том, кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Больше Иисус умножил рыбу и хлеб, так что потом осталось еще 12 корзин. Больше Иисус превратил воду в вино, и это вино оказалось даже лучше, чем то, которое хозяин дома приготовил для гостей. Вина стала больше. Вино стало вкуснее, чем предыдущее. Бог — большего. Однако вся беда заключается в том, что христиане не хотят этого большего. Но Бог желает дать вам больше. Желает, чтобы вы обрели новую землю. Господь хочет, чтобы у вас было больше всего, но если вы сильно этого не захотите, то вы этого не получите. Ну же, понимаете меня? Когда изобрели самолет, кто-то начал задаваться вопросами, как нам поехать быстрее? А если выше, летаем ли мы с вами все еще на демонстрационных моделях, на которых мы летим в вечность и никак никуда не прилетаем? Слава Богу! Кто-то задался вопросами о технологиях. Как нам улучшить качество работы этого прибора? Как его усовершенствовать? Машины сейчас передвигаются намного быстрее, чем когда-либо. Хочу сказать вам, для большего нужна креативность. Добиваться большего означает отказаться, останавливаться. Добиваться большего означает захотеть избавиться от старого, освободив место под новое. Так и нам нужно освободить это место под новое. Кто-нибудь, воздайте Богу славу за Его Слово. Ну же, прокричите больше! Аминь. Молюсь, чтобы вы приняли это слово. Я был бы очень рад, если бы вы зашли на наш сайт и сообщили нам о том, что вы посмотрели эту проповедь. За это мы отправим вам подарок. Я хочу сказать вам спасибо за то, что вы ее посмотрели. Еще кое-что. Я бы хотел помолиться сегодня за тех, кто посмотрел эту проповедь и понял, что он больше не живет для Бога. Как то, было когда-то, или, может, сегодня вы поняли, что Бог существует, и вы бы хотели посвятить Ему свою жизнь. Помолитесь сейчас со Мною. Скажите, Иисус, я прошу тебя прямо сейчас, приди в мою жизнь. Покажи мне, что ты реален. Я принимаю тебя сейчас как моего Господа и Спасителя. Во имя Иисуса я молился. Аминь. Напишите нам, скажите, что вы смотрели проповедь, и мы отправим вам подарок. Он вам понравится. Эта программа транслируется по всему Хэмптону, и я был бы рад, если бы вы со своей семьей пришли в гости в нашу семью, в церковь «Волна». У нас проходят замечательные служения для молодежи, детей и для всех остальных. Это служения, которые пробуждают к жизни. Мы будем очень рады, если вы заглянете к нам. Все подробности на нашем сайте, он указан на экране. Я бы очень хотел, чтобы ваша семья познакомилась с нашей. Увидимся на следующей неделе. Мы с радостью приглашаем вас в церковь «Волна» в следующее воскресенье. Мы растущая церковь, любящая Бога, жизнь и людей. У нас есть несколько кампусов, расположенных по всему Хэмптону. Чтобы узнать о местонахождении кампусов и часах служения, заходите на наш сайт. Я бы хотел еще раз обратиться к вам и сказать о том, что у вас есть уникальная возможность стать частью нашего служения. Эта программа, транслирующаяся по телевидению, является одной из самых популярных христианских программ с самым высоким рейтингом в Хэмптоне. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы смотрите нас каждую неделю и предложить вам стать нашим партнером. Я верю, что именно благодаря нашим верным нынешним партнерам и тем, кто к нам присоединится, мы сможем транслировать эту передачу на уровни страны и даже за ее пределами. Сейчас эту программу уже выпускают в России и на Ближнем Востоке. Если вы хотите посеять свои финансы, принести щедрую жертву, если хотите пожертвовать сейчас или присылать пожертвования еженедельно или ежемесячно, мы с радостью дадим вам всю необходимую для этого информацию на сайте, адрес которого вы видите на экране. Станьте нашим партнером и помогите нам распространять это меняющее жизни послание. Идя путем тех, кто следовал за Христом, вы обнаружите, что этот путь идет всегда вверх. Этому миру нужны люди, которые будут говорить истину в любви и принесут порядок посреди хаоса. Кто будет светом во тьме? Выпускники, пасторы, учителя, поклонники, мечтатели. Займите свое место среди них. Не бойтесь, это ваше время, это ваша история. Мы будем поклоняться Ему и величать Его среди наших испытаний. Этот человек является любовь изгоем и тем, кого никто не любит. Весь мир хочет идти за Ним, следовать за Ним. Общайтесь с неверующими, чтобы делиться с Ними тем светом, который находится внутри вас. Поверьте, Бог — твой работодатель, твой источник и твое обеспечение. Он восполнит все твои нужды по богатству своему. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok